МОРОЗ ИВАНОВИЧ В одном доме жили две девочки. Рукодельница да ленивица, а при них нянюшка. Рукодельница была умная девочка. Рано вставала, сама без нянюшки одевалась, а вставши с постели за дело принималась. Печку топила, хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодец за водой ходила. А ленивица меж тем в постельке лежала, потягивалась, сбоку-набок переваливалась. Уж разве наскучит лежать, так скажет спросонья. Нянюшка, надень мне чулочки, нянюшка, завяжи башмачки, а потом заговорит. Нянюшка, нет ли булочки? Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать, сколько прилетело, да сколько улетело. Как всех пересчитает ленивица, так уже не знает, за что приняться и чем бы заняться. Ей бы в постельку да спать не хочется, ей бы покушать да есть не хочется, ей бы к окошку мух считать, да и то надоело. Сидит горемычная и плачет, да жалуется на всех, что и скучно, как будто в том другие виноваты. Между тем рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальет, да еще какая затейница! Коли вода не чиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее угольков, да песку крупного насыплет, вставит ту бумагу в кувшин, да нальет в нее воды. А вода-то, знай, проходит сквозь песок да сквозь уголье и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная. А потом рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубашки шить да кроить, да еще рукодельную песенку затянет. И не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то было ей некогда, то за тем, то за другим делом, а тут смотришь, и вечер, день прошел. Однажды с рукодельницей беда приключилась. Пошла она на колодец за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвись, упало ведро в колодец. Как тут быть? Расплакалась бедная рукодельница, да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье. А нянюшка Просковья была такая строгая и сердитая, говорит, «Сама беду сделала, сама и поправляй, сама ведерко утопила, сама и доставай!» Нечего было делать. Пошла бедная рукодельница опять к колодцу, ухватилась за веревку и спустилась по ней к самому дну. Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась, смотрит перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный поджаристый, сидит, поглядывает, да приговаривает. Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился, кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет. Рукодельница, немало не мешкая, схватила лопатку и вгнула пирожок и положила его за пазуху. Идет она дальше, перед ней сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки. Яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят. Мы яблочки наливные, созрелые, корнем дерева питались, студеной росой обмывались, кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет. Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник. Рукодельница идет дальше, смотрит, перед ней сидит старик, Мороз Иванович, седой-седой, сидит он на ледяной лавочке, да снежные комочки ест, тряхнет головой, от волос и не сыплется, духом дохнет, валит густой пар. — А, — сказал он, здорово, рукодельница, спасибо, что ты мне пирожок принесла, давным-давно уж я ничего горяченького не ел. Тут он посадил рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили. — Знаю я, зачем ты пришла, — говорит Мороз Иванович, — ты ведерко в мой студенец опустила, отдать тебе ведерко отдам, только ты мне за то три дня прослужи, будешь умна, тебе ж лучше, будешь ленива, тебе ж хуже. — А теперь, — прибавил Мороз Иванович, — мне старику и отдохнуть пора. — Пойди-ка, приготовь мне постель, да смотри, взбей хорошенько пирину. Рукодельница послушалась, пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан весь изо льда, и двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звездочками. Солнышко в них сияло, все в доме блестело, как бриллианты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег, пушистый, холодно, а делать было нечего. Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать. А меж тем у ней бедные руки окостенели, и пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой в проруби белье полощут. И холодно, и ветер в лицо, и белье замерзает, колом стоит, а делать нечего, работают бедные люди. Ничего, сказал Мороз Иванович, только снегом пальцы по три так и отойдут, не ознобишь. Я ведь старик добрый, посмотри-ка, что у меня за диковинки. Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и рукодельница увидела, что под периной пробивается зеленая травка. Рукодельнице стало жаль бедной травке. Вот ты говоришь, сказала она, что ты старик добрый, а зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь? На свет божий не выпускаешь. Не выпускаю, потому что еще не время, еще трава в силу не вошла, осенью крестьяне ее посеяли, она и взошла. И ка бы вытянулась уже, то зима бы ее захватила, и к лету травка бы не вызрела. Вот я и прикрыл молодую зелень моею снежной периной, да еще сам прилег на нее, чтобы снег ветром не разнесло. А вот придет весна снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выглянет и зерно. А зерно крестьянин соберет, да на мельницу отвезет. Мельник зерно смелит, и будет мука, а из муки ты, рукодельница, хлеб испечешь. Ну, а скажи мне, Мороз Иванович, сказала рукодельница, зачем ты в колодце-то сидишь? Я затем в колодце сижу, что весна подходит, сказал Мороз Иванович. Мне жарко становится. А ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает. Оттого и вода в колодце студеная, хоть посреди самого жаркого лета. А зачем ты, Мороз Иванович, спросила рукодельница, зимою по улицам ходишь, да в окошки стучишься. А я затем в окошки стучусь, отвечает Мороз Иванович, чтоб не забывали топить печей, да трубы вовремя закрывать. А не то ведь я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить и стопят, а трубу закрыть не закроют. Или закрыть закроют, да не вовремя, когда еще не все угольки прогорели, а оттого в горнице угарно бывает, голова у людей болит, в глазах зелена. Даже и совсем умереть от угара можно. А затем еще я в окошко стучусь, чтоб никто не забывал, что есть на свете люди, которым зимой холодно, у которых нет шубки, да и дров купить не на что. Вот я зачем в окошко стучусь, чтоб им помогать не забывали. Тут добрый Мороз Иванович погладил рукодельницу по головке, да и лег почивать на свою снежную постель. Рукодельница меж тем все в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила и белье выштопала. Старичок проснулся, был он всем очень доволен и поблагодарил рукодельницу. Потом сели они обедать. Обед был прекрасный, и особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил. Так прожила рукодельница у Мороза Ивановича целых три дня. На третий день Мороз Иванович сказал рукодельнице, — Спасибо тебе, умная ты девочка, хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь, люди за рукоделье деньги получают, так вот тебе твое ведерко, а в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пятачков, да сверх того вот тебе на память бриллиантик, косыночку закалывать. Рукодельница поблагодарила, приколола бриллиантик, взяла ведерко, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на божий свет. Только что она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила. Увидев ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал. Кукаряку, кукаряки, у рукодельницы в ведерке пятаки. Когда рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом промолвила. Вот видишь, ты ленивица, что люди за рукоделье получают. Пойди-ка к старичку, да послужи ему, поработай. В комнате у него прибирай, на кухне готов. Платье чини, да белье штопай, так и ты горсть пятачков заработаешь. А оно будет, кстати, у нас к празднику денег мало. Ленивице очень не по вкусу было идти к старичку работать, но пятачки ей получить хотелось и бриллиантовую булавочку тоже. Вот по примеру рукодельницы ленивица пошла к колодцу, схватилась за веревку, да и бух прямо ко дну. Смотрит перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый, сидит, поглядывает, да приговаривает. Я совсем готов, подрумянился, с сахаром да изюмом обжарился, кто меня возьмет, тот со мной и пойдет. А ленивица ему в ответ, да как бы не так, мне себя утомлять, лопатку поднимать, да в печку тянуться, захочешь, сам выскочишь. Идет она далее, перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки, яблочки листьями шевелят, да промеж себя говорят. Мы яблочки наливные, созрелые, корнем дерева питалися, студеной росой обмывалися, кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет. Да как бы не так, отвечала ленивица, мне себя утомлять, ручки поднимать, да сучья тянуть, успею набрать, как сами нападают. И прошла ленивица мимо них. Вот дошла она и до Мороза Ивановича. Старик по-прежнему сидел на ледяной скамеечке, да снежные комочки прикусывал. «Что тебе надобно, девочка?» спросил он. «Пришла я к тебе, отвечал ленивица, послужить, да за работу получить». «Дельно, ты сказала, девочка, отвечал старик. За работу деньга следует. Только посмотрим, какова еще твоя работа будет. Поди-ка взбей мою перину, а потом кушанье изготовь. Да платье мое повычине, да белье повыштопай». Пошла ленивица, а дорогой думает. «Стану я себя утомлять, да пальцы знобить, а вось старик не заметит и на невзбитой перине уснет». Старик в самом деле не заметил или прикинулся, что не заметил, лег в постель и заснул. А ленивица пошла на кухню. Пришла она на кухню, да и не знает, что делать. Кушанье-то она любила, а подумать, как готовилось кушанье, это ей в голову не приходило. Да и лень ей было посмотреть. Вот она огляделась, лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас, все по порядку. Думала она, думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрезала, да чтоб большого труда себе не давать, как все было, мытое, не мытое, так и положила в кастрюлю. И зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус, да еще кваску подлила. А сама и думает, зачем себя трудить, каждую вещь особо варить, ведь в желудке все вместе будет. Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатерцы не подостлала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах. «Хорошо ты готовишь», заметил он, улыбаясь, «посмотрим, какова твоя другая работа будет». Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула. А старик покряхтел, покряхтел, да и принялся сам готовить кушанье и сделал обед на славу, так что ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню. После обеда старик опять лег отдохнуть. Да припомнил ленивице, что у него платье не починено, да и белье не выштопано. Ленивица понадулась, а делать было нечего. Принялась платье и белье разбирать. Да и тут беда, платье и белье ленивица нашивала, а как его шьют, о том не спрашивала. Взяла было иголку, да с непривычки укололась, так ее и бросила. Старик опять будто бы ничего не заметил, поужинать ленивицу позвал, да еще и спать ее вложил. А ленивица то и люба думает себе, а вось и так пройдет. Вольно было сестрице на себя труд принимать. Старик добрый, он мне и так задаром пятачков подарит. На третий день приходит ленивица и просит Мороза Ивановича ее домой отпустить, да за работу наградить. «Да какая же была твоя работа?» спросил старичок. «Уж коли на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил». «Да как же», отвечала ленивица, «я ведь у тебя целых три дня жила». «Знаешь, голубушка», отвечал старичок, «что я тебе скажу, жить и служить разница, да и работа работе рознь, заметь это, вперед пригодится». «Ну, впрочем, если тебя совесть не зазрет, я тебя награжу, и какова твоя работа, такова будет тебе и награда». С этими словами Мороз Иванович дал ленивице при большой серебряный слиток, а в другую руку при большой бриллиант. Ленивица так этому обрадовалась, что схватила то и другое и даже не поблагодарив старика домой побежала. Пришла домой и хвастается. «Вот, говорит, что я заработала, не сестре чита, не горстку пятачков, да не маленький бриллиантик, а целый слиток серебряный, видишь, какой тяжелый, да и бриллиант-то чуть не с кулак, уж на это можно и к празднику обновку купить». Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и палился на пол. Он был не что иное, как ртуть, которая застыла от сильного холода. В то же время начал таять и бриллиант, а петух вскочил на забор и громко закричал «Кукаряку, кукарякулька, у ленивицы в руках ледяная сосулька!» А вы, дедушки, думайте, гадайте, что здесь правда, что неправда, что было сказано впрямь, что стороною, что шутки ради, что в наставлении. Редактор субтитров Корректор А.Егорова